Доброе утро, уважаемые коллеги трейдеры! Мы рады вас приветствовать на торговой сессии вторника на календаре 13 июля. С вами компания А-Маркетс, меня зовут Виктор Паньков. Мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Продолжается набор на группу обучения по той системе, по которой я торгую и делаю еженедельный анализ. Поэтому, если вы хотите прокачать ваши навыки торговли, пожалуйста, записывайтесь, оставляйте ваши заявки под этим видео, либо обратитесь к вашему менеджеру в компании А-Маркетс. Он вас сориентирует по поводу обучения. Итак, теперь давайте непосредственно к анализу. Начнем с индекса S&P 500. Собственно, как мы с вами прогнозировали на прошлой неделе, индекс в итоге вырос, но перед тем, как вырасти, как видим, немножко скорректировался. Причем коррекция это была точно на предыдущую размерность. Здесь никаких сюрпризов у нас не произошло. Мы знали, где ловить цену, хотя, конечно, пролетели чуть больше, чем уровень глубокой коррекции по отношению к последнему восходящему движению. Тем не менее, мы достигли наших среднесрочных целей. Как видим, точечно вчера под занавес американской торговой сессии зацепили наш циклический диапазон и сделали небольшую коррекцию. Чего ожидать от движения сейчас? Ну, давайте посмотрим логически. У нас есть краткосрочный сценарий, который мы достигли также вчера в период американской торговой сессии. И есть среднесрочный сценарий, который также выполнился. Сейчас логичнее будет подождать более удачные точки входа, а именно точки входа на коррекции. Поэтому в текущем положении я бы вам рекомендовал подождать коррекции цены как минимум на предыдущую размерность, это котировка 43.66, либо подождать на более глубокую размерность, то есть на двойную. Это у нас будет уровень поддержки 43.45. И отсюда уже докупать индекс с далеко идущими целями как минимум 45.00, то есть 4500 ровно. Также есть более глубокий уровень коррекции, это 43.23. От него также можно пробовать покупки, но вот если уже цена будет снижаться ниже, там мы будем смотреть с вами, как она себя поведет, отрабатывая предыдущую размерность. Если все-таки эта размерность не сможет развернуть цены в продолжении восходящего движения, то мы с вами будем искать точки входа на продажу в рамках восходящего тренда. Евро-доллар. По евро-доллару также интересная ситуация у нас сейчас возникает. Помимо того, что в принципе последние несколько дней цена достаточно технично ходит и выполняет те размерности, которые мы прогнозируем, у нас есть формация вложенного дня. Это у нас уровень 1.18.97 сверху, 1.18.19 снизу. Это будут уровни поддержки и сопротивления на сегодняшний день. Не забываем о том, что сегодня в 15.30 будут новости по США и этот как раз новостной фон может дать драйвер движения евро по отношению к доллару. В какую-то сторону, в какую будем смотреть уже по факту. Фундаментально сейчас, конечно же, евро-доллар смотрит в лонг, но я бы не сказал, что это движение будет достаточно мощным и продолжительным. Здесь, конечно, у каждого трейдера свое мнение, но просто наблюдая за всем вот этим сгустком целей сверху, в районе котировки 1.19.40, я сомневаюсь, что с первой попытки мы сможем пробить эту область и уйти в восходящем направлении. Сценарий, поскольку сейчас у нас все-таки тренд нисходящий, мне видится следующим образом. Давайте посмотрим. У нас есть вот эта размерность предыдущая. Давайте ее отрисуем. И сейчас мы видим, что мы практически выполнили эту размерность. То есть, в принципе, нам осталось пройти буквально 47 пунктов, и эта размерность будет выполнена. Пройдя немножко больше, немножко повыше, мы не только оттестируем верхние зоны ликвидности вложенного дня, но еще и достигнем краткосрочных целей. Поэтому основной сценарий я буду рассматривать – это восходящее движение с текущих позиций, возможно, с какими-то промежуточными коррекциями, до уровня 1.19.39, а оттуда уже движение в нисходящем направлении с большей вероятностью с обновлением локального минимума и достижением нижних целей по ликвидности. Задача у нас будет в этом нисходящем цикле достигнуть котировки 1.17 ровно, поскольку именно туда сейчас структурно нам цена показывает, что мы туда можем прийти. А после того, как уже достигнем этого ключевого уровня, там возможны варианты разворота и похода евро-доллара наверх с целью обновить глобальный максимум. То есть пойдем на абсолютный перехай, возможно. Далее, фунт-доллар. Фунт-доллар также технично себя ведет последние несколько дней. Вчера была очень хорошая точка входа от уровня минимальной коррекции, но, правда, единственное, что мы здесь смогли сделать, это только зафиксировать часть позиции. Как видим, дальше мы не ушли. Ближайшие цели сверху находятся в районе 1.3939-1.3958. Это циклический краткосрочный диапазон. И, судя по всему, цена будет стремиться именно туда, на фоне ослабления американского доллара. После того, как мы достигнем этого диапазона, здесь уже, возможно, более глубокая коррекция и даже поход вниз с целью обновления локального минимума. Поскольку мы видим, что общий тренд у нас здесь также нисходящий, несмотря на то, что мы вроде как находимся во флете, все-таки тенденция больше располагает к падению. Если мы даже с вами посмотрим на дневной таймфрейм, то видим, в принципе, что... Видим, что цена очень долгое время шла в восходящем направлении и есть куда идти вниз. Поэтому техническая коррекция, даже глубокая, она вполне в этой ситуации возможна. Поэтому основным сценарием мы будем рассматривать с текущих позиций это движение в восходящем направлении до ближайших циклических целей. Отсюда будем рассматривать продажи с целью обновления локального минимума и похода вниз. Первая цель 1.3667. Далее. Доллар, японская иена. Здесь, как мы видим, у нас была попытка выйти из трендового канала, но тем не менее мы туда вернулись. Не стоит заблуждаться, что мы продолжим движение в трендовом канале. Это абсолютно не обязательно. Тем более здесь есть один такой технический момент. Как видите, здесь у нас была такая проторговка наклонная, которую мы пробили и улетели наверх. То есть такой своеобразный флаг отработали. Вот здесь была проторговка и сейчас, после вот этого срыва цены, мы возвращаемся к вот этой недавней проторговке. И соответственно отсюда при тех же самых условиях у нас больше вероятности продолжить нисходящее движение, чем уйти наверх. Тем не менее я буду рассматривать следующий сценарий. То есть мы видим, что у нас есть предыдущая размерность, которая указывает нам на движение цены в район котировки 110.737. И также есть циклический уровень, который совпадает с уровнем глубокой коррекции. Несмотря на то, что мы пока не пробили уровень минимальной коррекции, здесь я в сделку входить не буду. Я подожду развития событий. То есть я все-таки предполагаю, что цена поднимется немножко выше, закроет полностью вот этот срыв цены. Возможно даже мы как-то проколем ложным пробоем или шпилькой вот этот ключевой уровень. И после этого уже пойдем в нисходящем направлении. Этот сценарий я буду для себя рассматривать как основной. Цели по текущему сценарию у нас в принципе можно посмотреть структурно. Это у нас будет либо уровень 108.823, либо если мы с текущих позиций пойдем вниз, то это будет уровень 108.330. Вот такой сценарий на ближайшее время по доллар-иене. Обратите также внимание, если мы все-таки будем пробивать вот этот уровень и не пойдем ниже, то здесь есть риск застрять во флете, поскольку, как видим, борьба именно вот в этом промежутке у нас была нешуточная. То есть проторговка здесь, проторговка здесь, также видим срывы цены здесь. Ну и если дальше посмотрим, возможно тоже там что-то интересное найдем. Вот, поэтому риск застрять во флете здесь также присутствует, будьте внимательны. Далее, доллар-канадец. По доллар-канадцу, я уже не помню, какого числа мы с вами делали обзор. Наверное, седьмого числа. Да, то есть как раз выполнили мы те цели, которые прогнозировали. Среднесрочный целевой диапазон, как видим, прекрасно оттестировали и улетели в нисходящем направлении. Порядка 80 пунктов можно было зафиксировать. У меня, к сожалению, эту сделку выбило по короткому стоп-лоссу, поэтому я ничего не заработал. Да, я лошара. Кто заработал, тот молодец. Но тем не менее, у нас прекрасная точка входа была вчера. От вот этого целевого диапазончика. Это у нас диапазончик целевых уровней сопротивления по отношению к последнему нисходящему движению. Сейчас пока что продолжается у нас цикл снижения. Я так предполагаю, что это цикл снижения. И рассматриваю снижение в область 1.23.47, 1.23.68. Это будет основной сценарий. Ну а альтернативный сценарий – это с текущих позиций движение в восходящем направлении и перехай вчерашнего максимума. И движение в восходящем направлении по структуре движения цены – это 1.26.12 ключевой уровень. Но все-таки с учетом того, что большинство валютных пар сейчас смотрят в краткосрочное, среднесрочное ослабление доллара, я предполагаю, что движение будет именно в нисходящем направлении. Более того, здесь нужно будет обратить еще внимание на нефть и на новости макроэкономические от Канады, поскольку при совпадении многих факторов мы можем улететь не только до указанного диапазончика, но еще и ниже на тестирование зон ликвидности, которые у нас до сих пор остались неотработанными после вложенного дня 5 июля. Поэтому основной сценарий рассматриваем именно такой. Далее, доллар-франк. По доллар-франку мы зависли в небольшом флете после срыва цены, который произошел 8-го числа. Как видим, в принципе, мы долетели до тех целей, которые прогнозировали, до дальних целей. Ну, а сейчас у нас здесь идея следующая. Смотрите, то есть флэт у нас завис в районе разворотного циклического диапазона. Поэтому чисто технически после данного флета мы можем уйти наверх, оттестировать вот этот уровень, этот зеркальный уровень поддержки и сопротивлений, и после этого уйти вниз на более дальние цели. Внизу есть очень большая группа целей. Здесь не только сосредотачиваются уровни поддержки разных таймфреймов, но еще и циклический диапазон среднесрочный. Поэтому есть высокая вероятность, что вот этот срыв цены будет продолжен, и мы пойдем примерно вот по такому сценарию в нисходящем направлении. Но опять же, для того, чтобы нам где-то достать ликвидность и набрать позицию, вполне возможен ложный пробой, как раз до вот этого зеркального уровня. И таким образом, как мы видим, мы четко придем плюс-минус в середину данного циклического диапазона. Поэтому такой сценарий будет для нас наиболее актуальным. В случае же, если мы все-таки пойдем наверх закрывать вот этот срыв цены, здесь у нас целью будет циклический диапазон 0.9244-0.9254, который как раз соответствует закрытию вот этого срыва цены. Ну и после вот этого закрытия срыва мы уже сможем с вами дальше как-то рассуждать и смотреть, куда у нас хочет пойти цена. Пока что я вижу уровень наименьшего сопротивления в нисходящем направлении, поэтому рассматриваем именно такой сценарий. Австралиец доллар. Невероятно технично ведет себя в последнее время, даже лучше, чем евро-доллар. Как мы видим, четко мы отрабатываем размерности и отрабатываем те уровни, которые появляются по ходу движения цены. С текущих позиций основной сценарий рассматриваем в восходящем направлении до уровня 0.7532. Это у нас будет трехсоставное восходящее коррекционное движение. Точно такое же примерно, как было вот здесь. Но, за маленьким исключением того, что все-таки здесь мы использовали для входа в рынок уровень сопротивления более старшего таймфрейма, то есть более длительного движения, а здесь у нас уровень именно младшего таймфрейма. То есть мы берем последнее движение 180 пунктов. Поэтому есть риск, что мы можем продавить этот уровень немного выше, то есть для того, чтобы закрыть вот этот срыв цены, который у нас был 6 июля. То есть примерно вот в этом диапазончике у нас цена где-то может отскочить. Любой фильтр для определения уровня отскока подойдет. То есть либо объемный уровень, либо уровень маржинального обеспечения, либо опционный уровень. Поэтому смотрите сами, что вам удобнее, что вам ближе. Но если посмотреть, например, по структуре, то есть ту размерность взять, которая у нас предыдущая, то мы плюс-минус должны прилететь в котировку 0.7562. Но будьте внимательны, мы можем и раньше отскочить, поэтому здесь я вам рекомендую распределить свои позиции, взять рабочий объем и разбить его на несколько сделок. И основной сценарий у нас будет это подождать как раз восходящего движения, а затем присоединиться к общему нисходящему движению до котировки 0.7316-0.7360. Это у нас есть нижний уровень, среднесрочный, куда как раз структурно цена может прийти. Далее по новозеландцу. Здесь примерно похожая картина. Также мы достаточно технично вчера сходили. Прекрасная была точка входа. Часть позиций зафиксирована, остальная уже без убытки. Сейчас здесь какая у нас идея. Также структурно трехсоставным движением мы рассчитываем прийти в восходящем направлении. Здесь уровень сопротивления у нас будет 0.7040. После того, как достигнем этого уровня, здесь уже можно будет присоединяться к общему нисходящему движению. Все-таки у новозеландца, в отличие от австралийца, тренд, я бы не сказал, что прям явно выраженный нисходящий, поскольку и здесь у нас был такой флет вроде как с преимущественным бычьего движения, а вроде как и без. Здесь тоже какой-то такой флет непонятный. Поэтому будьте внимательны, мы можем здесь ходить каким-то самым неожиданным образом. Я бы вам порекомендовал для новозеландца использовать меньший объем, но по крайней мере пока не определится основное движение. Цель внизу у нас находится в районе 0.6854, и верхняя граница это 0.6888. Здесь у нас есть как среднесрочный диапазон, так и краткосрочный вместе с ключевым уровнем. Структурно, конечно же, мы видим, что цена может уйти гораздо ниже, но не всегда структурное движение повторяется по нескольку раз, поэтому мы ориентируемся на то, что движение у нас именно такой характер имеет, но тем не менее помним о том, что есть другие цели. Основной сценарий рассматриваем такой же, как по австралийцу. Восходящее движение с текущей позиции, затем движение вниз. Далее золото. Золото находится снова во флете. Вообще, честно говоря, в последнее время золото очень много флетит. Вот это движение, конечно, было симпатичным, но я бы не сказал, что сильно... Это движение прям носит такой трендовый характер. Ну, очень было похоже на коррекционное, тем более, что из-за коронавируса я его полностью пропустил, это движение, только потом уже увидел. Сейчас нам стоит здесь обратить внимание на следующий факт. У нас вот в этом проторговочном моменте появилось очень много вложенных дней, и эти вложенные дни, они практически наложились друг на друга. То есть появилось очень много целей, которые находятся рядом друг с другом. Поэтому здесь я вам рекомендую так же, как советовал по, по-моему, доллар-франку, да, или доллар-канадцу, я уже не помню точно по какому инструменту, то есть распределить часть позиций по ключевым уровням, и данную ситуацию отработать именно таким образом. То есть первая цель у нас, как видим, уже была оттестирована, это цель по вложенному дню 18.15. Далее у нас следующая цель сверху 18.18.27, более дальняя 18.21.87. То есть вот от этих уровней вы можете установить лимитные ордера со стоп-лоссом, ну, где-нибудь за уровнем 18.32, и, соответственно, отработать движение в нисходящем направлении. Внизу цели у нас полностью не отработаны, это 17.90.62, 17.87.79 и два диапазончика. Но здесь можно отметить их середину 17.83.95, и также установить стоп-лосс, ну, где-нибудь на уровень 1.17.75. Также у нас есть ключевой уровень поддержки 17.74.58, но, однако, в текущем положении у меня есть некоторые сомнения, что мы пойдем именно в нисходящем направлении сначала, а потом в восходящем. Я думаю, что все-таки движение будет примерно вот таким, вверх-вниз, а затем уже капитально вверх, как минимум на обновление максимумов. Вот такой сценарий по золоту. Серебро. По серебру, как видим, также мы достаточно технично двигаемся, но единственное, только в районе вот этого уровня какая-то непонятная сумятица была. Вот, а так, в принципе, все движения у нас цена выполняет. С текущих позиций рассматриваю коротенькое движение до уровня сопротивления 26.41, ну, а затем уже буду рассматривать как минимум движение в нисходящем направлении на предыдущую размерность, то есть вот на такое, но не думаю, что стоит такого ожидать. Скорее всего, здесь будет движение, наверное, куда-то вот в эту область, на уровень 26.130, то есть к уровню минимальной коррекции, ну, а если будет продавливаться ниже, то здесь уже будет более гарантированная точка входа, поскольку здесь и уровень глубокой коррекции, и также есть структурное подтверждение. Конечная цель по движению серебра у нас находится в районе 26.95.27.0.47, здесь у нас циклический диапазон, и также есть структурное подтверждение. Будьте внимательны, если мы будем уходить вниз и закрепляться ниже уровня 25.992, то, скорее всего, мы пойдем на обновление локального минимума и движение в нисходящем направлении. Здесь у нас циклической целью будет диапазон 25.0.28, 25.314, ну, а структурная цель нам показывает совсем далекое нисходящее движение, оно, наверное, вряд ли возможно, по крайней мере, с точки зрения фундаментального анализа, поэтому можете себе отметить этот уровень как ориентир 24.0.99, но вряд ли мы к нему придем в ближайшее время. Далее, нефть марки Brent. По нефти, как я и говорил, что возможен дальнейший спуск, видим, что этот спуск отлично отработал, точно от уровня минимальной коррекции до циклического диапазона. Сейчас у нас здесь идея следующая, как видим, мы вроде как перешли в восходящий цикл и трехсоставного движения пока что не было, так что вполне возможно оно будет. Поэтому с текущих позиций рассматриваем восходящее движение до первых целей 75.67.76.05, в дальнейшем, возможно, по структуре продолжение восходящего движения до котировки 77.50. Будьте внимательны, если мы не пойдем дальше вот этого диапазона и начнем корректироваться вниз какой-то пилой или гармошкой, или как ее не назови, короче, через паттерны 1, 2, 3, то это будет означать с большей вероятностью разворот тренда в нисходящем направлении, поскольку при сохранении цены ниже 76.18. Это будет у нас усеченная конструкция. И после вот такого движения здесь уже можно будет присоединяться к нисходящему направлению и стоп-лосс прятать за ближайший минимум. То есть вот такой сценарий у нас получается с вами по нефтемарке Brent. Так, ну и доллар-рубль. Здесь, в принципе, у нас никаких секретов, никаких сюрпризов нет. Немножко мы буквально чуть-чуть не добили верхние наши цели. Ну, возможно, здесь имеет место некая погрешность, когда я делал это построение. Возможно, где-то шпильку слишком большую зацепил. Уже и не помню. Сейчас у нас здесь идея следующая. Восходящий тренд пока что сохраняется, по крайней мере, краткосрочно. Долгосрочно, ну, как видим, что сделали что-то наподобие глубокой коррекции. Давайте посмотрим. Ну, да, то есть коррекция была, но недостаточная для того, чтобы нам быть уверенным, что мы пойдем в нисходящем направлении глобально. Поэтому здесь я буду рассматривать следующий сценарий. Это движение до котировки 73.926, более дальний уровень 73.199, и от этих уровней буду рассматривать продолжение восходящего движения. Структурно я бы сказал, что здесь стоит взять вот это расстояние, но оно, как видим, выходит за рамки ближайших целей. Ближайшие цели находятся 75.45 и 75.77, поэтому будем рассчитывать сначала на достижение данных целей, а потом уже рассматривать другие. В любом случае, пока здесь я вижу исключительно движение в восходящем направлении, поэтому когда цена снижается, это для нас удачный шанс для того, чтобы докупить данный актив. Итак, это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Также напоминаю, что продолжается набор в группу на обучение по данной торговой системе. Подробности вы можете узнать либо на сайте Amarkets, либо просто оставьте заявочку под этим видео, я с вами свяжусь. Хорошего дня, удачной торговли, всего доброго!